Жителя Заозерного не стали отправлять в тюрьму за смерть дочери под поездом, но признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Девятилетнюю девочку затянуло под колеса состава, когда она с отцом шла вдоль путей. Мужчине назначили полтора года исправительных работ. До 12 августа красноярцы получат первые выплаты по новым пособиям для беременных женщин и одиноких родителей. 6,5 и 5,5 тысяч соответственно. Пенсионный фонд направит деньги тем, кто подал заявление в начале июля. Подать заявку на выплаты можно с шестой недели беременности. Пособия дадут, если доходы семьи не выше прожиточного минимума. В крае он 12 700 рублей. В Норильске осудят 25-летнего водителя грузовика, который устроил ДТП со скорой. Заведено уголовное дело. Парень ехал с превышением скорости, протаранил спецавтомобиль и перевернулся. Водителя и фельдшера скорой помощи с травмами госпитализировали. Пациентов в салоне не было. Гонщику может грозить до двух лет тюрьмы. В крае началась вторая волна приема детей в школу. Это заявки от тех родителей, кто не закреплен на участке школы. Для записи не обязательно иметь прописку в том же районе. Обычно запись открывается 1 апреля, но в этом году процесс перенесли на 6 июля. Прием продлится до 5 сентября. 7 июля в Красноярск доставят ковчег с частицей мощей святого великого князя Александра Невского. Святыня пробудет в городе до 11 июля. Красноярский фотограф выложил в сеть необычные снимки сусликов с острова Татышев. Зверьки словно в жаркой молитве воздевают лапы кверху. Из-за ракурса кажется, что грызуны, как шаманы, тянутся к небу и вызывают дождь в 30-ти градусный зной. Хотя на самом деле их привлекает угощение. Сам автор шутит, что попал на неведомый сусличий обряд, который благополучно закончился вегетарианским перекусом.